Приветствую вас, и мне бы хотелось начать, наверное, с того, что для привлечения человека, для того, чтобы мужчина обратил на вас внимание, он, как я надеюсь, вы понимаете, должен испытывать у вас потребности. То есть, потребность у него в том должна быть, чтобы быть с вами. То есть, давайте мы с вами еще раз, значит, вот этот момент пытаемся для себя как-то определить. Значит, момент заключается вот в чем. Мужчина, который в вас нуждается, мужчина, который может хотеть быть с вами, получает от вас то, в чем он нуждается, и, собственно говоря, это его начинает удерживать как раз-таки с вами. Для того, чтобы определить этот момент, то есть момент, связанный с как раз аспектом того, чтобы дать мужчине то, в чем он нуждается, нуждается, необходимо как можно лучше изучить то, в чем он нуждается, и почему. А также, что вы можете дать человеку, что вы можете дать человеку, для того, чтобы удовлетворить его потребности. Какая женщина, например, ему нужна? Какая, в какой женщине человек испытывает необходимость? В какой женщине мужчина нуждается? Какие отношения человека привлекают? Какой образ, какой тип отношений нравится человеку? Вот вам нужно это все понять. И постараться дать мужчине именно это. То есть постараться реализовать то, в чем человек нуждается. То есть постараться дать мужчине необходимое для него. Так можно его привлечь. То есть, условно говоря, стать той, кем он хочет видеть вас. стать той, какой женщиной он хочет видеть вас для себя. Вот это, пожалуй, является, ну, наверное, самым главным моментом. Это для того, чтобы его привлечь. И, пожалуй, другого способа, именно для того, чтобы человека привлечь к вам, не будет. Потому что, ну, надеюсь, понятно, да, как бы, чтобы привлечь мужчину, нужно дать ему то, что необходимо. Вместо этого, ну, нет никакого шанса и нет никаких гарантий того, что вы сможете его сблизить с собой. Ну, и необходимо также определить препятствия, которые мешают человеку с вами сблизиться, если таковые ими имеются. Простите, но препятствия – это тоже очень важный момент в данном случае. Вот. И, собственно говоря, это является основным моментом для привлечения мужчин. Ну, тут можно скорректировать, конечно, тут можно как-то выработать стратегию, попробовать там и так далее. Все это можно сделать. Вот. Ну, а для того, чтобы человека забыть, необходимо вам ответить на вопрос, который, наверное, отчасти задала коллега. Коллега. Коллега задала следующий вопрос. Значит, и что плохого, и что хорошего, собственно говоря, несет вам, несут вам эти отношения. Что они вам, условно говоря, дай-ка дают. Так вот, ответить на вопрос, вам нужно так, чем мужчина этот удерживает вас с собой, ну, рядом с собой. Чем он вас удерживает? Что у него такого, что он вам дает такого, что, собственно говоря, вы без этого не можете. И вот, как раз таки, как раз таки, в эту сторону, и нужно вам смотреть, если вы желаете его забыть. То есть, первое, это желание и по предности человека, и удовлетворение его, именно его по предности. А второе, это, собственно говоря, понимание и идентификация своих потребностей. И, собственно говоря, именно в сторону вот этих моментов вам и нужно смотреть. И тогда я думаю, что у вас получится осуществить так или иначе, либо первое, либо второе. Естественно, попробовать лучше сначала первое, и потом их не получится второе. Также, мне бы хотелось, чтобы вы более подробнее описали обстоятельства того, как вы начали спать с человеком, то есть, иметь интимные отношения. Почему раньше вас это уже устраивало, а сейчас нет, почему перестало, изменились ли ваши чувства к нему, скорее всего, да, но тем не менее, обстоятельства выяснят научно. Дело в том, что, мужчина, скорее всего, не подозревает о том, что ваши чувства к нему изменились. И попробовать я вам рекомендовал бы, ну, на сейчас, попробую, на сейчас пробую, я рекомендовал бы вам с того, чтобы, ну, чтобы намекнуть ему откровенно, что вы хотели бы иметь с ним более близкие отношения. Посмотрите, как отреагируют, и, исходя из этого, вы уже будете делать выводы относительно того, что вам можно будет предпринять в дальнейшем будущее. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok